Одесса – столица юмора и смеха, поэтому не случайно, что фестиваль клоунов проводится именно в Южной Пальмире. На этот раз комедиаду приурочили ко дню города. Продеть по красной дрожке в посольстве юмора в Украине и подарить радость и смех одесситам, приехали комики не только из Украины и Европы, но и из Северной Америки. Открыли мероприятие, как и полагается, его инициаторы и идейные вдохновители. Народный артист Украины, преподаватель Международного гуманитарного университета Георгий Делиев, а также Борис Барский – комик, украинский режиссер и поэт. Театр Маски под ваши бурные аплодисменты. Я буду тихонечко их объявлять, потому что они не любят кафоса, они не любят журналистов. Тихо-тихо-тихо, в густочку потише. Юра, Юра, тише музыку Викторович по телефону говорит. Участников юбилейного фестиваля ждут четыре незабываемых дня веселья, радости и смеха в Театре Маски, в Летнем Театре Горсад и на улицах города. Комедиаты готовят конкурсные кулон-марафоны, уличные и детские шоу. Посмотреть перформансы комиков можно будет просто, гуляя улицами города. Как говорят актеры уличных театров, если зритель не идет к нам, тогда мы идем к зрителю. Самая главная улица открыта для нас, а прежде всего это артисты, которые любят публику, любят внезапно захватывать ее врасплох. Во время фестиваля зрители ждет традиционный конкурс лучших клоунов и театров клоунады, включая выступления специальных гостей-хедлайнеров. В рамках комедиаты зрители и авторитетные жюри выберут лучших артистов и решат, кому из участников достанется приз зрительских симпатий и звание симпач в высшей категории. Вот у нас сейчас, я вам скажу, 27 участников, это коллективов и исполнителей, это и сольные исполнители, и дуэты, и трио, и театры большие. Кроме того, хедлайнеры. Хедлайнеры – это те артисты, профессионалы, которые уже на предыдущих фестивалях получали какие-то призы, гран-при. Это компетентные жюри. Джон Мейбери из Канады, Харри Овенс из Берлина, Чаба Мехиш из Венгрии. И председатель жюри Владимир Крюков. То есть вы возьмите просто программку, ознакомьтесь. Это профессора, это люди с огромным опытом. Юные клоуны рассказывают, для них честь, чтобы их творчество оценивали комики с мировым именем. Ведь фестиваль – это хороший дебют и возможность показать себя и свое мастерство. Обстановка на конкурсе дружеская, что только помогает готовиться к своему номеру. Ну вот я как бы побывал на довольно большом количестве фестивалей. И вот именно этот фестиваль отличается как бы своей энергетикой, можно сказать, своим юмором. Просто ни на одном, наверное, фестивале из Украины такого вот не было. Гости из Канады сознаются – аналогов у одесского фестиваля клоунов нет. Они приезжают в Одессу не первый год и отмечают, что уровень мероприятия постоянно растет. Более того, профессора смеха и юмора также привезли своих студентов, чтобы те смогли попробовать свои силы на большой сцене. И в этот момент мы должны быть счастливы, пытаемся быть счастливы. Я привезу моих студентов сюда. Один из группы – наши студенты. В Будапеште мы уже находимся в Кланской школе. У нас уже четыре года, я думаю. Три года, может быть. И в последнем фестивале мы были здесь тоже. И теперь это следующая класс. Традиционно фестиваль был приурочен ко Дню смеха и проходил в первых числах апреля. Но в этом году организаторы перенесли мероприятия, в том числе и по причине напряжной эпид-ситуации. Такую инициативу поддержали также и гости мероприятия. Говорят, конец августа – идеальное время, потому как осенью у них начинается период гастролей. Я даже описать это не могу. Это такой, грубо говоря, кайф. Я вот сейчас в цирке работаю по Украине. И вот сейчас получилось, как раз вовремя сделали. Как раз перерыв между городами. Пока цирк переезжает, мы сюда бегом. И я с таким удовольствием. Это был первый раз, это был первый. А сейчас уже такой размах фестиваля, что просто даже не описать это. Я уже сейчас в рашку поделаю. Парад клоунов состоится 1 сентября. Участники пройдут от памятника Дюку и Дерешилье на Приморском бульваре до городского сада на Дерибасовской. А в летнем театре состоится клоун-шоу и грандиозный гала-концерт. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.